Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать серию книг «Беседы о братстве» Николая Николаевича Неплюева. Сейчас я начитываю одну часть из двух частей, стоит эта книга, вот одна часть, это «Путь веры». Это он начитывал семь лекций Духовной Академии в Москве. Уже по счету это шестая лекция. Она называется так «Нравственные обязанности, духовенство и мирян в деле духовного возрождения России». Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте его в сироту, вступайте за вдову. Пророк Исаия 1 глава 16-17 стих. Рутинно относящиеся к вере и жизни православные русские люди так привыкли не признавать за собой никакой активной роли ни в жизни церкви, ни даже в деле собственного спасения. Как многие способны не понимать эту азбучную истину? Возложить всю ответственность и все надежды на собор, успокоиться на том, что он состоялся, сделал такие-то постановления, обратился к стране с такими-то призывами или поступить еще хуже? Не доброжелательно критиковать все его постановления и возложить всю ответственность за продолжающее зло жизни на то, будто собор не то и не так постановил, как это следовало бы, сами ничего не делая, на пользу церкви и для исправления собственной жизни. Какая в этом знакомая картина и какой глубокий ужас и позор в том духовном фоне, на котором эти картины вырисовываются? Сколько злобы и глубокой подлости! Какая яркая печать сатаны на этом отношении к жизни и людям! Недоброжелательное критиканство, подлое, в кавычках, подсиживание, злорадство по поводу всякой неудачи, всякого разумного и благого начинания, и самодовольное ничего не делание, или бесплодная суета глупого утолчения воды в ступе. Так относятся слишком многие православные русские люди ко всякому выдающимся собрату, осмеивая и оплевывая всякое начинание. В то же время с озлоблением жаловались на то, что, в кавычках, среда заедает, и людей нет. Так действуют слишком многие подвластные по отношению ко всем стоящему власти, в том числе и маленькие чинам бюрократы по отношению ко всем высшим по чину, а те, в свою очередь, по отношению к высшей их власти, принимая от нее великие и богатые милости содержания чины и ордена. Так действуют слишком многие миряне, в кавычках, по отношению к духовенству, и как нескорбно и не стыдно в том признаться, слишком многие представители духовенства, в кавычках, по отношению к своей же пастве. Все это естественные и неизбежные последствия молчаливого, более или менее сознательного отвержения Верховного Закона, правды Божьей. Перестали понимать жизненное значение любви. Получая крещение водное, остаются с умами и сердцами некрещенными, неупорядоченными любовью. Полагают свободу свою в полном отсутствии единомыслия, единодушия с кем бы то ни было. Распылены злобой и только и умеют недоброжелательно критиковать друг друга, подсиживать друг друга, злорадствовать по поводу неуспеха самими же ими подготовленного. А если и объединяются, то не на дело мирного созидания, а на дело борьбы с общим врагом, чтобы сообща нанести им, возможно, большой вред. В результате несомненная печать сатаны на умах, сердцах и жизни. Умны на зло и глупы на добро, отважны на зло и робки на добро. Даже и лучшие, что и привело ходящих видением призраков земного бытия от философа Ниши до Максима Горького, и террористов всех стран и народов, постыдны вере в царство, силу и славу зла, считая одно зло силой, а добро за слабость ума и робость сердечная. И это и есть та позорная печать сатаны, которая положена на столь многие умы и сердца, на столь многие явления современной жизни, характер изумительной глупости, доходящей до бесноватости злобы и чудовищной подлости. Надо, чтобы русские православные люди поняли наконец, что покаяние сводится к желанию получить отпущение грехов, а состоит твердой решимости на будущее время не мириться более с грехом, в горячем желании получить благодать, исцеляющую и дающую силу на добро. Безрезультатность, таинство, покаяние и зависит от того, что приступают к этому таинству недостойно. И таинство, как и всякая святыня, опаляет греховную душу, становится ей в суд и в осуждение. Для очень многих русских православных людей существует опасность даже глупо и несчестно отнестись и к постановлению собора, и к его призыву покаяться. Тогда самый собор станет не на восстание, а на падение России. Не во благо ей, а в суд и в осуждение. Да не будет. Наметим кратко, что является нравственным долгом сделать представителем духовенства и представителем мирян, чтобы этого не было. Един Бог, едина и правда Его. Призовет ли собор русских православных людей к покаянию или не призовет? И в какой бы степени ни призвал, правда Божия останется та же. И без призыва собора каждый из нас, православных русских людей, обязан понимать, в кого верует, и любить Бога всем разумением. Когда собор напомнит нам правду Божию и призовет нас к правоверной любви, мы тем более не будем иметь оправдание во грехе своем. Если к призыву этому не отнесемся с доброй волей и не станем честными исполнителями слова. Нравственный долг каждого из нас – прежде всего отнестись сознательно к добру и злу в себе и в окружающей жизни, чтобы ссать цельно на сторону Бога и добра, перестав быть пособниками зла. Это и будет, по примеру, Божьим созданием стройного порядка в России вместо современного хаоса. Вторая часть нашего нравственного долга сводится к обожению себя и жизни своей, обособившихся от зла, к стиранию с умов, сердец и жизни своей печати сатаны, к преображению умов, сердец и жизни до разумной славы и достояния Божьего. Когда вместо позорной печати сатаны по свободному изволению веры и любви нашей, силой благодати Божией, воссияет, наконец, на умах, сердцах и жизни нашей благодатная печать дара Духа Святого, все оразумляя, все оживотворяя любовью, все облагораживая святым отблеском славы Божией. Духовенство. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Паси ангцев моих. Иван Глятьяна, 21-15. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и негосподствуя над наследием Божием, но подавая пример стаду. 1 Петра, 5 глава, 2-3 стих. 2 Поведение слишком многих представителей духовенства, от высших до низших степеней иерархии, их отношения к своим обязанностям и к окружающей жизни в страшное, позорное, смутное время, переживаемое Россией, а с ней вместе и Русской Православной Церковью. Для многих совершенно непонятно, хуже того, для многих является несомненным соблазном. На это нельзя преступно закрывать глаза. Этой скорбной правде духовенство должно правдиво и честно посмотреть прямо в глаза. В этом страшном грехе, в том, что соблазнили и соблазняют многих из малых сих, духовенство должно громко покаяться перед Богом и перед миллионами недоумевающими, соблазненными ими малыми сими. Конечно, есть отрадные исключения, но это только отрадные исключения, и массе духовенства не только это в извинение, но, напротив, в суд и в осуждение, так как она, эта масса, не последовала и к доброму примеру. Громадное большинство духовенства в это смутное время, когда паста особенно нуждалась в духовном руководстве, оставалась совершенно бездеятельна. Одни беспринципно плыли по встречным течениям жизни, другие робко сторонились от жизни, третьи были еще худшим соблазном, выказывая деятельности своей неумения отличать добро от зла и распознавать на людях и жизненных явлениях печать сатаны от печати дара Духа Святого. И что они приводили в оправдание своей бездеятельности и своего шатания? Одни говорили, что им не предписано действовать и не даны достаточно определенные инструкции, что и как делать. Другие извиняли свое шатание тем, что добро и зло так перемешалось, что они перестали понимать, где добро и где зло, где правда и где ложь. Извиняли свое равнодушие, а иногда и враждебность добру тем, что они не уверены, нет ли и тут какой примеси зла. Не уверены даже и в том, добру ли это. Извиняли попутительство зла, а иногда даже и явную симпатию козлу разными соображениями об извыходности своего положения, о своей зависимости то от начальства, то от прихожан, о неблагоприятных обстоятельствах жизни, о виновности тех, против кого зло совершалось, даже и не подозревая, что тем самым громко признают, что сошли с пути веры на путь видения приходящих призраков земного бытия. Подают в том соблазнительный пример своим посомам и самодовольны в полном отсутствии ревности о Боге и любви к нему и правде его. Целые приходы становились разбойниками, грабителями, ворами и поджигателями. Школы стали вертепами бесноватых. Печать стала систематично проповедовать святую ложь, призывать крамоли и анархии, систематично развращать умы и сердца, смешивая все понятия, разжигая самые низменные страсти, требуя уничтожения смертной казни и восхваляя убийства, совершаемые над представителями законной власти, обвиняя власти в хищениях и сочувствия подвигам, экстраприаторов, обзывая всех имущих эксплуататорами и в то же время сочувствуя аграрному движению. Все это свершалось на глазах духовенства, и оно молчало, а некоторые представители его даже примкнули к партиям по тактическим соображениям, оправдывающим всякое зло. Разве это не значило громко заявить, «Мы не верим более Христу, сказавшему, ищите же прежде Царствия Божия и правду Его, и это все приложится вам» Матфея 6, глава 33 стих. «Мы не уверены, что ошибаются те, которые, не ища Царствия Божия, требуют этих приложений. Мы извиняем тех, которые продают Царствие Божие за эти приложения. Мы не верим более, что добро – вечная реальность, что Ему принадлежит Царство, сила и слава Вовек, а потому и умываем руки, когда паста наша с пути добра переходит на путь зла, в надежде злыми путями отнять у других эти приложения, сдав в архив утопию Царствия Божия и правду Его, как устарелые понятия, не соответствующие боли духу времени». Вот страшная картина цельной измены пути веры, цельного хождения путем видений, переходящих призраков земного бытия. Со стороны слишком много представителей духовенства, из которых одни действовали так, сообразуясь с буквой предписаний и инструкций. Другие не только не желают быть мученики долга, но и не желают чем-либо рисковать материально. Третьи, полагая в том, что долг культурного человека, стоящего на высоте духа времени, выше всяких суеверий и всякого мистицизма. Соответственно тому, и покаяние, и решимость пострадать за правду, показать добрый пример и честно исполнить свой архипастерский и пастерский долг, по размеру должны соответствовать размерам преступлений измены Богу и правде Его, размерам малодушия, доведшего паству до позора современной жизнедеятельности, размерам причиненного соблазна и небрежения о правде Божией, о торжестве правды веры в жизни и о духовном благе посомых, о том, чтобы светилось имя Божие в умахих, водворялось царствие Божие в сердцах и творилась воля Божия в жизни прихода. Духовенство должно показать пример отвержения себя и нелицемерного принятия на себя креста честного в выполнении пастерского долга своего честного, чтобы нести этот крест и прихожан вести во след Христу. Ничто не может быть извинением для них, если они этого сделать не захотят. Это должно быть для них самих потребностью любви к Богу живому, без чего они не имеют права быть пастырями, не любя Бога и Христа и Его более, нежели посомые. Ни материальная необеспеченность, ни недостатки семинарского и даже академического образования не могут быть для них оправдания. Неграмотные крестьяне, когда они любят Бога всем разумением своим и любовью возносятся с силой благодати в достоинство людей Божьих, прекрасно понимают правду Божию, прекрасно различают добро и зло, прекрасно распознают на людях и жизненные явлениях и печать сатаны, и печать дара Духа Святого. Таковых я знал, и в том свидетель. Пастыри обязаны любить Бога и Христа Его еще более, нежели они. Эти люди – Божие словесного стада. Прежде всего, отвержение себя они должны проявить тем, чтобы с верой и любовью нелицемерно от всего сердца покаяться в том, что в угоду своему бедному любовью сердцу затеряли верховный закон братолюбия при свете любви к Богу всем разумением, забыли его высшее достоинство и жизненное значение. Поверили тому, что затемняло его понимание и лишало его подобающего ему достоинства. Чем более нелицемерно будет покаяние, тем более широко и прочен станут отверстия врата души для притока благодати любви и разумения. Тем скорее совершится светлое преображение ума и сердца. Тем скорее станет благодать священства во спасение, переставить быть в суд и в осуждение. Тем скорее данное лицо станет добрым архипастырем или пастырем, готовым в душу свою положить за овцы свои, тем скорее он станет свободным не господствовать над наследием Божиим, а показывать пример стаду, спасительный пример живой веры, живой любви, мудрости свыше исходящей, терпения, великодушия, кротости, смирения и благоговения доброго страха Божьего. Любовь к Богу всем разумениям прежде всего потребует от Него ясно различить добро в себе и вокруг себя, чтобы цельно стать на сторону Бога и добра, стать способным и других по пастырскому долгу, призывая к тому же, помня слова апостола. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть ворожда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова, 4 глава, 4 стих. Любовь к Богу научит его понимать, что он не может быть беспартийным, а имеет нравственный долг быть совершенно определенно партией Бога, Христа Его и Церкви их, совершенно определенно относясь и ко всему существующим партиям, отдельным людям и отдельным жизненным явлениям, сообразно тому, насколько они духовно родственны или враждебны Богу Живому и правде Его. Любовь к паству и при свете любви к Богу, ревность о духовном благе посомых заставит его и всех их призывать к тому же. В страшное и позорное время нами переживаемое, живая любовь к пасовым, при свете любви к Богу всем разумением, ревность о духовном благе их при свете страха Божия заставит доброго архипастыря без устали поучать, умолять, обличать, требуя того же от всех подчиненных ему пастырей и лично объезжая всю епархию, пока не убедится, что честно исполнил свой долг перед Богом и Богом, вверенным ему паствой, все сделав от себя зависящее, чтобы сделать паству достояние Божиим, оградить ее от зла, научить делать добро и всех пасомых призвать цельно стать на сторону Бога и правды его, в ряды партии Бога и Христа его, разумно относясь ко всем жизненным явлениям и ко всем существующим партиям, сообразно с тем, насколько неродственны или враждебны правде Божией и духу Верховного Закона правды его. Так будет действовать и каждый добрый пастырь у себя в приходе, где отсутствие ревности о духовном благе пасомых на его глазах бесчинствующих под чудовищным предлогом, что теперь ничего не поделаешь и никто меня не послушает, является особенно чудовищным проявлением измены Богу и правде его. Хождение не верою, а видением и полное отсутствие сознания силы благодати и того, что жив Господь Бог, творящий чудеса. Любовь к Богу всем разумением научит понимать жизненное значение для духовного блага паствы, обособления от зла и всей силы любви к Богу и посомых ревновать о том, чтобы это обособление действительно осуществлялось и в приходе и в школе. Это приведет к организации добра как в жизни детей в школе, так и в жизни взрослых прихожан. Уроки закона Божия в школе и поучениям в храме перестанут быть риторическими упражнениями по грамматике веры и отрывочным сентенциям, выхваченным из кодекса христианской этики, оставаясь совершенно непреложными к жизни непреложимыми и отношениям людей, не возлюбивших добро до насущной потребности обособления от зла и от тех, которые добра осуществлять не желают. Создадутся младший братский союз в школе и старший братский союз в приходе. Братские союзы ревнители правды Божьей и честной жизни по вере союзы, которые одновременно будут и духовным санаторием для членов их и ограждениями их от вредной закваски, и добрым примером настоящей проповедью делом для всех окружающих и твердой опоры для пастыря во всех его добрых начинаниях, и залогом выздоровления души народной и залогом выздоровления жизни всего прихода, сплочения его цементом любви, духовного преображения его из фикции из буквы административного термина в живую здоровую клетку организмов церкви и государства, в святыню малой церкви Божией, возлюбившей друг друга до способности единомысленно, единодушно исповедовать, жить как один ум и одно сердце, быть духовной твердыни прочно возлюбившей друг друга, присвятив любви к Богу всем разумением и тем ставшим светом мира и солью земли. Велика будет ответственность перед Богом, перед русской православной церковью, перед Россией, перед посовами и своей собственной совестью тех архипастерей и пастерей, которые не станут на этот благословенный путь честного выполнения своего нравственного долга, не решатся все претерпеть, что претерпеть окажется необходимым на пути несения этого креста во след Христу и не пребудут верными до конца. Лучше бы им не родиться, чем быть опаленными святынью сана своего и послужить соблазном для малых сих, Богом, веренным им паствой. Миряне. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Луки 13 глава 2-3 стих. Миряне тоже должны проникнуться церковным самосознанием, вполне ясно понимать, в кого веруют, понимать жизненную правду верховного закона спасителя мира, практически выводы из этого закона, свои права и обязанности по отношению к церкви, которые принадлежат. Слишком долго многие воображали себя православными, совершенно не понимая всего этого, не признавая за собой никаких прав, совершенно естественно не признавали за собой никаких обязанностей. Всю ответственность за нестроение жизни церковной возлагали на духовенство, сами ничего не делая для честной жизни по вере. Считать за церковь одно духовенство и чиновников духовного ведомства есть такое преступное недомыслие, такое отрицание самого жертворящего духа православия, что зло причиняемо этой ересью не может быть исправлено никакими благочестимыми упражнениями, не может быть исправлено и строгим соблюдением канонов, постов, праздников и вообще буквы церковной обрядности. Если бы даже таких ревнительных не по разуму явились миллионы православного русского народа, в то время как католичество отрицает право мирян, а лютеранство право священной иерархии, православие признает право и тех, и других, в принципе никогда не отказывалось от начала соборности, хотя в практике жизни поместные церкви и может быть все более церковь русская далеко не были ему верны. Соборное начало церкви покоится не на том, как понимали слово соборное, в символе веры отцы соборов, а на высшем авторитете церкви, на авторитете вечного главы церкви и верховного закона его откровения. Братолюбие присвятили любви к Богу всем разумением в жизни церкви только и соответствует начало соборности, как животворящий дух всего откровения в верховной заповеди о любви, так и животворящий дух жизни церкви Христовой в честной соборности. Надо не любить, чтобы этого не понимать. С другой стороны, православная церковная правда соборности не может быть осуществлена, пока остаются неверны верховному закону церкви, неупорядоченные умы, сердца и жизни любовью, недисциплированной любовью и главный долг верности и повиновения церкви полагает только в точном соблюдении буквы постов, праздников и вообще внешней обрядности, а не в разумном братолюбии при свете любви к Богу всем разумением. Последствия этой столь распространенной ереси, которую никто за ересь не считает, поистине ужасны, она омертвила жизнь церковную, распылила церковь, через индиферитизм привела к озлоблению против веры и церкви, подготовила ужас и позор нами переживаемого. Пока мы не дисциплированы любовью, никакая степень соборности невозможна. В отсутствие цемента любви невозможно мирное единение, а естественно и даже неизбежна хроническая борьба, ничего общего с принципом соборности не имеющая. Забыв, затеряв в угоду бедному любовью сердцу верховный закон церкви Христовой, настолько изменили и начало соборности в жизни, что множество благочестивых людей, твердо уверенных неукостительности своего православия, живут и умирают в убеждении, что они миряне совсем не церковь, а церковь только представители священной иерархии, да разве еще духовное ведомство. Пассивное отношение к церкви убеждение в том, что никаких прав в жизни церкви миряне не имеют, а следовательно никакого активного участия в жизни церкви принимать не могут. Естественно привел к тому, что только немногие находили нравственное удовлетворение в слепой покорности, в положении овец стада бессловесного. Громадное большинство относило к церкви совершенно индиферентно, кое-как отбывало церковные повинности, на этом совершенно успокаивая свою религиозную совесть, а если точно выполняло букву этих повинностей, то и было убеждено, что воздало Божие Богови. По мере умственного развития этого большинства, оно естественно чувствовало себя все менее менее духовно, религиозно удовлетворенным. Если бы мы и сердца были упорядочены любовью, эта неудовлетворенность привела бы к сознательной вере, к святой ревности и оправде Божией, и к честной жизни по вере без всякого отношения к тому, требует ли этого духовенства от мирян или нет, даже дозволяет ли то духовенство или нет. Это стало бы насущной потребностью любви, и эти люди с умами и сердцами упорядочены любовью, никому бы не поверили, будто они не обязаны любить Бога всем разумением и не имеют права жить под требованием братолюбия при свете любви к Богу всем разумением. Они осуществляли бы православное церковное начало соборности, обособившись от тех, которые это не желают, тесно сплотившись братское единство с теми, от которых это требует любовь, даже не справляясь о том, предписано ли им это и в каком смысле употреблено слово соборное в символе веры. Для них это была бы простая логика любви, естественный плод любви в жизни. Умы и сердца неупорядочены любовью. Благочестивые православные люди убеждены, что верность и повиновение церкви требуют от них не любви, не братства, не соборности, а строгое исполнение постов, праздников и иной буквы внешней обрядности. Большинство нелюбья поступило не по логике любви, а по логике злобы. Умственно развитие приводило это большинство не к любви к Богу всем разумениям и не к братству в жизни, а к злобному критиканству, к сознанию непреримого разлада между верой и рутиной жизни, к возложению всей ответственности за то на духовенство и прутинному смешению понятий о духовенстве и церкви, на церковь, на веру, на Бога живого. Недоброжелательный индифферентизм естественно привел к концу концов к атеизму. Пока верующим мирянам открыть глаза на весь ужас этого положения во всем его объеме. Пора возревновать о Боге и правде его. Пора понять, что ответственность, великая, страшная ответственность духовенства за нестроение жизни церковной, не уничтожает собой великой нравственной ответственностью перед Богом живым, Церковью Христовой и совестью каждого из нас, рядовых мирян. Если духовенство не призывает нас возлюбить Бога всем разумением и честно жить по вере на началах соборности и братства, для нас не причина не любить Бога и не жить по логике любви. Не будем же извинять себя чужой виной. Поверим Спасителю мира, давшему Верховный Завет братолюбия при свете любви Богу всем разумением и покаемся в великом преступлении отвержения этого Верховного закона и поругания правды Божьей в жизни нашей. Не ставя это в зависимости от того, призовет ли нас к этому собору и станут нам мудрыми руководители на этом пути современные представители священной иерархии Русской Православной Церкви. Станут мы возлюбим их нежной сыновью любовью и возрадуемся о том. Не станут мы вспомним слова вечного главы Церкви «Один у вас Учитель Христос все живые братья» Матфея 23 глава 8 стих «Один у вас Учитель Христос Кто любит отца или мать боли нежели меня не достоин меня» Матфея 10 глава 37 стих «Мы останемся в верной любви и в отношениях наших к Церкви поместной и к этим не ставшим руководителем нашими архипастырем и пастырем но не усомнимся в неотнимемленной праве нашим любить Бога живого и правду его еще больше нежели их и в обязанности нашей повиноваться Христу и Верховному Закону Церкви еще более нежели им Пора и нам Мирянам с пути видения призраков земного бытия цельно стать на путь веры и разумной жизни и поверия сознать великую ответственность умственного развития нашего в области церковного самосознания и разумного понимания наших церковных прав и обязанностей Переходя на этот благословенный путь сознательной веры и разумной жизни и поверии мы обязаны разумно по этому пути. Умудренные вековым, скорбным опытом христиан, бросавших из одной нелепой крайности в другую, ревнуя не по разуму, забывая о завет быть мудрыми, как змеи, при кротности голубинной, забывая, что нельзя служить делу верховного разума мира неразумно, не требуя от себя быть умнее на добро, чем сыны тьмы умны на зло, только и достигая бесплодной суеты, разнообразно оклеветавшей христианство, низведшей его до уровня наивной утопии, противоречащей самым законным требованиям здравого смысла, никогда не осуществляя разумной и благой правды веры в жизни самих христиан, для которых вера по-прежнему не становилась светом разума. Такими нелепыми крайностями были, с одной стороны, дурно понятый аскетизм, кумиропоклонство букве, благочестивых упражнений, ибо угодных самоистязаний, совершено в духе ветхозаветного фарасейства, при соучастии богословской схоластики, совершено в духе ветхозаветного книжечества. С другой, дурно понятое милосердие, столь же нелепое, когда оно становится шаблонным, прилагаемым одинаково к людям с самого разнообразного настроения, без всякого отношения к тому, кому что полезно, как и шаблонный аскетизм. Если первая нелепая крайность оглупила веру до того, что всякая школа, умственно развитая, способствует только пропаганде неверия, вторая делает до того нелепой жизнь по вере, что походит на грубую карикатуру христианства и может только оклеветать его, доказав полную неосчастливость жизни. Эти искажения христианской правды до того стали рутинной, до того въелись в умы и сердца, неупорядоченные любовью, для которых именно потому, что буква шаблона аскетизма и буква шаблона милосердия более доступны, чем разумное братолюбие при свете любви к Богу всем разумением, что нам надо сознательно наложить на себя новый вид поста, воздержание от того, что для столь многих является соблазном ревности не по-разному. Пост в смысле переменной пищи стал соблазном для миллионов русского народа. Вполне уверено, что верен Богу и послушен Церкви, когда по букве исполняют совершенно второстепенные благочестивые обычаи воздержания от скоромной пищи в назначенные дни. Не выполняю в жизни Верховного Закона Церкви о любви, а братолюбие при свете любви Богу всем разумением, с его необходимыми последствиями соборности и братства. «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8.13 «По духу это значит так же. Не буду поститься вовек, если пост соблазняет брата моего. Не будем и в этом буквоедами. Будем поститься исповиновения Церкви поместной. Но не будем при этом забывать неотъемлемого права христианской свободы нашей. Не будем точным и строгим соблюдением этой буквы соблазнять тех, которые творят себе из нее кумира. Не будем давать основания даже только заподозрить нас, будто мы от строгого соблюдения этой буквы ожидаем спасения, будто мы в этом полагаем верность Церкви и повиновение ей. А особенно пока в окружающем нас обществе все еще многие не понимают, что не любя Бога всем разумением и не осуществляя церковную правду соборности и братства в жизни, они бесконечно более неверны Церкви и являются ослушниками ее, чем если бы не постились вовек в смысле воздержания от скоромной пищи. Системная благотворительность, все те второстепенные дела милосердия, которые удовлетворяют телесные нужды ближних наших, не исполняют главного долга милосердия, не приводят к Богу, не делая достояния его умы, сердца и жизнь. Насколько стали тоже соблазном на неверность Богу и жестокосердие по отношению к ближним, что и к ним применимы те же слова апостола, которые по духу нельзя не считать и так. Если бессистемная благотворительность соблазняет брата моего, не буду бессистемно благотворить вовек. А соблазн в этой области так велик, что христианская правда извращена, и в деле милосердия не менее, чем в деле воздержания. Христос, вечный глава церкви, сказал не только по букве, но и по духу. Милости хочу, а не жертвы. Матфея 9.13 Не то, что входит в уста осквернять человека, но то, что выходит из уст его осквернять человека. Матфея 15.11 А современные христиане возражают. Неправда, жертвы больше милости, и входящих уста больше исходящих из уст. Ты можешь не любить. Мы тебя не признаем за ертика, отщепенца от церкви и ослушника ее, но ты должен приносить жертву поста. Воздержание от скоромной пищи больше повиновения церкви, нежели воздержание от злобы, корости, гордости и себелюбия. Церковная правда воздержания извращена до прямой противоположности. Христос, вечный глава церкви, сказал, «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6.33 А современные христиане говорят, «Неправда. Приложение гораздо важнее главного. Истинное милосердие по отношению к ближним нашим состоит в заботе для них о приложениях, совсем не заботясь для них о главном. И тут опять церковная правда милосердия извращена до полной противоположности. При таких обстоятельствах дух любви по отношению к ближним нашим не соблазнять их рутинным пониманием воздержания и благотворительности всем тем, что может только дать основание заподозрить нас соучастие в этом извращении христианской правды, даже только в попустительстве этого зла. Будем, когда любовь и совесть потребуют от нас этого, и без системы благотворить, давая ближним нашим второстепенные приложения одежду, пищу и кров. Но будем это делать так, чтобы правая рука наша не знала, что делает левое, так, чтобы никто не мог и предположить, что мы в этом полагаем главное дело милосердия. Явно будем делать только главное дело милосердия, приведение к Богу, преображение умов, сердец и жизнью достояния Божия, чтобы светился свет Божий перед людьми, и они прославили Отца нашего Небесного. И будем громко отрицать право требовать от нас второстепенных дел милосердия, пока не является соблазном на невыполнение верховного долга христианского милосердия. Это будет разумным воздержанием того, что для многих стало соблазном. Это будет благоугодный пост, соответствующий насущным потребностям жизнедеятельности и благу ближних наших. Перехожу к краткому перечню того, что могут, а следовательно и должны делать для благо во спасении Церкви, поместной и России разной классы мирян, в чем каждый из них, соответственно, специфическим особенностям своего социального положения, должен отдать себя в руку Божию, стать достоянием Его, чтобы Господь Всесильный мог, без насилия над ними, явить благодатную силу свою и спасти через них и Церковь, поместную и русскую державу. «Стоящие власти должны понять, что та доля власти, какая им дана, святой талант, врученный им от Бога. Нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены» Римлянам 13 глава 1 стих. «Особенно в державе русской, где они являются делегатами Божьей милостью самодержица, признающего себя верховным ревнителем о правде Божией. Они должны быть богоносцами и тем в большей степени, чем больше та доля власти, которой они пользуются. Они обязаны и в делах государственных, и в делах международных ходить верою, а не видением, и считать высшим долгом чести быть верными Конституции правды Божьей. Они обязаны и в государственном деле сознательно дорожить правдой соборности и братства, быть не срезовстением между царем и народом, а цементом земской соборности в духе нелицемерного братолюбия, при свете любви Богу всем разумения, честно служать делу единения царя с народом в один ум и одно сердце. Только при этом они будут элементами созидающими, а не разрушающими. Будут друзьями, а не врагами и царя, и народа. Будут спасать, а не губить и Россию, и Русскую Православную Церковь. Из ненавидимых бюрократов станут честью и славой страны своей. Все эти требования по отношению большинству власть имеющих звучат так странно, что одно слово «богоносец» в приложении к ним неизменно вызывает улыбку. Ходящие видением, конечно, скажут, что эти требования – утопия, не соответствуют ни духу времени, ни обстоятельствам жизнедеятельности. Ходящие видением только и могут погубить Россию и Русскую Православную Церковь, пока не сойдут с пути видения на путь веры. Ходящие веры должны именно в этом несоответствии между тем, что есть и что быть должно, подчеркнуть спасительное понимание ужаса положения, всей глубины измены Богу. В этом сознании подчерпывая решимость покаяться и цельно отдать себя в руку Божию. Только они не могут спасти Россию и Русскую Православную Церковь, или вернее, стать орудием Божьим в деле спасения России и Русской Православной Церкви. Для этого им надо цельно стать на путь веры и уверовать, что самая мудрая политика и самая разумная тактика в верности Богу и правде Его. Это совсем не требует от них не понимать, с кем они имеют дело, вообразить себе, что вся страна стала христианской, потому что они стали на путь веры. Это налагает на них обязанность делать все от них зависящее, чтобы вся страна, чтобы все миллионы русского народа стали на путь веры, чтобы весь строй жизни государственной содействовал тому, чтобы умы, сердца и жизнь становились достоянием Божьим, чтобы сыны света обособлялись от сынов тьмы и осуществляли в жизни социальную правду братства между собой. Они обязаны понимать, кто сыны света и кто сыны тьмы, как содействовать сынам света в минном созидании добра, в осуществлении их права широкой свободы добра, в их мирном стремлении осуществлять мирное благоденствие страны. Они обязаны в то же время понимать и то, какими мерами обуздывать злую волю сынов тьмы, какими мерами ограждать свободу сынов света от грубых насилий сынов тьмы, какими мерами ограждать мирное благоденствие страны от анархии, своеволия врагов, общественного порядка, если не находят возможно обезопасить от них страну изгнанием их из ее пределов, по примеру Бога Живого, изгоняющего грешников, нераскаянных из дома царства своего. Все это простая логика веры, одинаково применительная и обязательна для всех представителей власти, от царя до сельского старосты, от патриарха до сельского священника, от министра до самого мелкого чиновника в каждом ведомстве. Только верой, усвоив всю эту правду, отрешаться, наконец, от нелепого предрассудка, будто нельзя быть честным христианином, честно исполнять долг службы христианскому государству. Более того, что и христианского государства быть не может, будто церковь и государство по самой сути своей не могут не быть враждебны друг другу, не понимая, что христианское государство – то, которое лицемерно стремится к торжеству христианской правды в жизни, а не то, которое нелепо смешало бы все понятия и вместо правды допустило ложь полного безразличия в отношении к добру и злу, по отношению к сынам света и к сынам тьмы. Нелепо полагая долгом христианского милосердия извинять зло, допустить полную невозможность свободы добра, считая долгом милосердие, не стеснять свободу зла и не защищать сынов тьмы света, полагая долгом милосердия не карать сынов тьмы и даже не изгонять их с пределов христианского государства и тем допускать злую закваску, благодаря которой действительно государство очень скоро потеряет всякие признаки христианства. Талант, богатство тоже налагает вполне определенные обязанности находящих верою. Только ходящее видение, видя, как дурно употребляют этот талант современники, как глупо большинство из них зарывает его в землю, как позорно многие из них зарывают его в грязь земную, могут, смешивая самый талант с дурным употреблением, который из него делают, признать самое богатство, самые деньги за зло и сделать из этого изумительный вывод, что это зло. Надо, возможно, скорее и, возможно, бестолково раздать тем, которые им дорожат, не понимая, что это зло. Для ходящего верою, несомненно, что и богатство – святой талант, который они должны употребить с наибольшей пользой, наиболее разумно выполняя верховный долг христианского милосердия, преображения умов, сердец и жизни в достояние Божие, воспитывая, возможно, большее число душ живых в сознательной вере и любви к Богу всем разумениям, давая возможность людям доброй воли обособляться от зла и злых, объединяться между собой на дело несения креста, честной соборности и честного братства во след Христу. И тут ходящее видение признает это за непреувеличенную требовательность и утопию, совершенно расходящуюся с духом времени и обстоятельствами жизнедеятельности. А ходящий верой поймет, насколько и в этой области то, что есть, далеко от того, что быть должно, поймет весь ужас положения и в этом сознании найдет решимость покаяться и отдать себя в руку Божию. Только ходящие верой из проклинаемых эксплуататоров, безразлично самодовольных или стыдливо подкупающих общественное мнение и обманывающих свою совесть бессистемной благотворительностью, станут честными рабами Бога Живого, имеющими право войти в радость Господа своего. Принося ему благовейно пять талантов на его дела мира, любви, милотворчества, соборности и братства, вверенный им талант богатства. Только они эту самую букву богатства своего облагородят, сделают орудием спасения России и Русской Православной Церкви, или вернее отдадут со страхом Божьим верой и любовью к руку Божию на дело спасения им России и Церкви Поместной. Талант разума, талант образования сам по себе не более и не менее святой талант, нежели и талант власти и талант богатства. Хотя этого совершенно не понимают наши современники, творящие себе из разума и образования кумиры, всячески забрасывая грязью и власть и богатство. На них точно осуществляется правда слов апостола. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных ничего не чистого, но осквернены и умник, и совесть. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому добрум делу». Послание к Титу, 1 глава, 15-16 стих. «Ходящие видением нечисты, а осквернены пылью земли, теми видениями призраков земного бытия, которых они стали рабами, переставь входить в веру и быть по свободному изволению любви рабами Бога Живого». И вот они все делают нечистым, а оскверняют своим нечистым прикосновением не только власть и богатство, но и обогатворяемыми ими разум и образование. Что сделали они из науки? Позорное орудие отрицания Бога и правды Его. Позорное орудие развращения умов и сердец. Позорное орудие социальной и политической борьбы вместо того, чтобы ей быть благословенным орудием единомыслия, единодушия и мирного созидания мирного благоденствия народов. Что сделали они из разума своего? Позорного кумира, самозванца и позорного вора, присваивающего себе славу и честь Творца мира, отрицающего первопричину бытия и мировой закон причинности явлений, чтобы украсть у Бога славу Его. Что сделали они из образования? Они, храмы науки, обратили в вертепы разбойников и священнослужителей, как многие от профессоров высших учебных заведений до сельских учителей и учительниц, стали соблазнителями малых сих, внушая им не разумную веру, а дух сомнения и отрицания, не любовь, а злобу, не сознание нравственного долга, а самые нелепые представления о каких-то правах, не вызывающих соответственных обязанностей, не упорядочивания умы и сердца. Они не призывают благотворной мирной деятельности в дружном единении со всеми согражданами, а внушают ко всем недоверие, пробуждая самые низкие инстинктные корысти, мщения и своеволия, приучая верить только в царство, силу и славу зла, только в беспросветную борьбу на пользу себе против всех и вся. Вот что они сделали из своих кумиров. Ходящие веру не сделают ни из науки, ни из разума, ни из образования себе кумиров. Они сделают и их достояние Божие, и тем самым облагородят, возвысят и осветят их. Для них и они – святые таланты, врученные им Богом и обязывающие их принести другие пять талантов на дело Божие. Все на то же дело мира, любви, обособления от зла, единения в добре, единомыслие, единодушие, миротворчество, соборности и братства в жизни, совокупного преображения умов, сердец и жизни в достоянии Божия. Не буду говорить о других талантах. Имеющие глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы разуметь, легко приложат и к ним ту же единую Божию правду. Каждый в своем социальном положении покается, смирит себя до любви к Богу всем разумением и отдать себя в руку Божию, без чего никто не способен быть элементом, созидающим в жизни церкви и государства. Сойдя с пути видения на путь веры, став достоянием Божьим, все легко поймут, что и как им делать, чтобы стать в руках Божьим орудием спасения России и Русской Православной Церкви. В немощи их Господь явит силу свою, и всем станет очевидно, что жив Господь Бог, творящий чудеса. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Аллилуйя!